ПЕСНЯ Если же мы расширим квинту в обратную сторону, допустим, понизим тонику на полтона вот сюда, то мы вообще выделяем этот аккорд. В чередовании с предыдущей квинтой наше сознание выдаст нам звучание как бы другого аккорда, который написано вот здесь вот, но только, заметьте, с мажорной окраской. Давайте теперь проверим звучание на полных аккордах. Что это у нас будет? А, мажорной, правильно? Ну и так далее. То есть у нас получилось вместо а5, а бемоль плюс 6, так будет называться, это расширенная квинта, фа диез 5 и ре 5, мы получим следующие полные аккорды. Мы получим ля мажор, причем получим ми мажор, фа диез минор и ре мажор. То есть мы поимели при помощи расширенной квинты, когда у нас тоника смещается на полтона ниже, мы поимели полное соответствие аккорду ми мажор, который играется у нас вот так и вот так. Сразу скажу, напрашивайте два варианта. Первый. Играем сольный мостик, turn around, вместо замыкающего квадрат аккорда, который у нас тоже служит мостиком, в начале нового квадрата. В данном случае вместо квинтера получится расширенная. И второй вариант. Мы можем делать короткие сольные переходы от одного аккорда к другому. Это такой вариант орнаментики. А вся орнаментика делается за счет сокращения длительности излучания основной ноты. Ну, в данном случае, конкретно, не ноты, а квинты, ну или другого интервала. Попробуем. Ну, давайте так и быть. Поиграем сейчас для вас. Я буду играть полную последовательность без пауз. А вы потренируйтесь вставлять сольные пассажики. Куда посчитать и нужно. Да, все играем по прикатуре ля мажора или фа дьес минора, что без разницы, ибо это параллельные тональности. Здесь у нас прекрасно работает принцип всю последовательность обыгрывать в одной гамме. Таким عن в рамке. А, это важно? А, это важно? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»